Семейная карма и свобода выбора. В чем же заключается свобода выбора? Свобода выбора заключается в трех вещах, как ведическая сказка. Три дороги перед нами. Одной дорогой пойдешь, себя потеряешь, второй дорогой коня потеряешь или семью. То есть невежественной дорогой себя потеряешь, сопьешься, скуришься, снаркоманишься, в тюрьму сядешь, прибьют тебя там, станешь нефтяным магнатом, там каким-то черный бизнес, там какой-то тебе ничего хорошего в жизни не будет. Или страсть означает жизнь, в которой нет согласия. То есть человек теряет детей, жену, себя, детей, жену, семью, работу. Ну то есть к чему человек привязан, к страсти, то он и теряет по факту. То есть страсть и благость означает счастье получишь. Видите, три дороги. Вот это свобода выбора наша. Как идти благостный путь самый трудный? Потому что надо от всего отказаться. Так как будто шаг в пропасть. Человек идет путем знания. Что, мясо не есть? Неужели нельзя своей любимой нюркой спать ни разу в жизни? Помимо жены. Нельзя. И неужели нельзя рисоваться чужим мужчинам на улице? Благости нельзя. Только мужу можно глазки строить. Как же тогда жить? Очень счастливо. Потому что счастье, оно другое. Не так, как мы думаем. Очень счастливо жить. А я не могу это все бросить. И не надо. Не волнуйся. Все само бросится. Надо пойти просто благостный путь. Тем более тогда не пойду. Это что, меня куда заманивают? Никуда не заманивают. Благостный путь, он свободный. Вот в страсти постоянно всех заманивают. В невежестве не заманивают, а пугают. Если ты попал в невежество, тебе говорят, уйдешь, перо в живот получишь. Ты повязан. Мы все здесь повязаны. У нас одна жизнь. В страсти всегда рекламируют. Говорят, вот она жизнь, счастливо, посмотри. Машина, квартира туда-сюда. Шварценеггер с бревном крутой. Ну то есть, ну как бы все круто, только настоящая жизнь. Ну что? Ну то есть, реклама же видели? Настоящая жизнь. Она вот вся реклама, которую видите, это энергия, страсти. Все, что мы видим, вот эта вот реклама. Например, реклама, допустим, реклама, конвенционный люк, там написано, Pepsi Cola, подними крышку, почувствуй вкус. Это реклама. Ну, конечно, и так, немножко по-другому там реклама, бурник. Но так или иначе, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что навязывание как раз это деятельность страсти. Благость никогда не навязывает, она учит как? Нежно. Если вы хотите найти благостного учителя, то ищите тех, кто приборет нежно. Никому ничего не навязывает. И это будет благость. Благостная жизнь, она без навязывания. В семейной жизни то же самое, нет навязывания никакого. Могут ли родственники изменить мою карму? Могут, если они живут в благости. Но это милость. Но это нет смысла рассчитывать. Понимаете, вот это и есть как раз страсть желать, чтобы мои родственники стали лучше. Вот это и есть страсть. Почему мои родственники не лучше? Потому что мне так положено в жизни. Это моя судьба. Поэтому они не лучше. Благостный человек не обязательно живет с благостными людьми. Это результат уже благостной жизни. А благостный человек живет с кем? С невежественными людьми. Как он живет? Чуть-чуть подальше. Он, женщина, говорит мужу, бросишь пить, будем вместе жить близко. Не бросишь, будем чуть-чуть на расстоянии. Чуть-чуть на расстоянии, это какое расстояние нужно? Чтобы исправлять судьбу и не выходить из себя. Смотрите, если надо в соседних комнатах для этого жить, значит в соседней комнате. Если просто сексом не заниматься, значит сексом не заниматься. Невежественному человеку ставятся условия. Страстному человеку условия не надо ставить. Почему невежественному условия ставятся? Потому что жить невыносимо. Кто такой невежественный человек? Это тот бьет, изменяет, насилует, материт, над детьми издевается, понимаете? Опасно жить становится. Человек не может жить вместе, потому что опасно, и он живет на расстоянии. На каком расстоянии? На безопасном. Но не разводится. Благостный человек не разводится. Со страстным человеком надо жить. На каком расстоянии? Близком очень. Но страстному человеку не нужно наше сердце, понимаете? Ему не нужно. Вот попробуйте сесть с ним и говорить, давай поговорим о жизни. Он говорит, слушай, давай фильм посмотрим. Нормальный фильм. Я устал, с работы пришел. Поговорим завтра о жизни. Мне так же мозги запаривалось своей жизнью. Так или нет? Ему это не надо, поэтому с ним и нет близких отношений. С благостным человеком близкие отношения. Три типа близких отношений. Есть наставник, с ним отношения такие. Он всегда из жизни в жизнь мой наставник. Я никогда выше его не буду, поэтому я всегда хочу от него получать только наставление. Все. Старшее отношение со старшим. Равное отношение означает. Любовь. Что значит любовь? Это значит, мы говорим правду друг другу. Правду. Какую правду, которую человек может переварить? С одной стороны, мы служим друг другу, заботимся друг о друге, а в трудную минуту мы помогаем. Допустим, как помогают страстные люди. Страстный человек говорит, это он козел, допустим, меня бросили. Она плохая. Она тебя бросила, она плохая, и слава Богу, что она тебя бросила. Так? Страстный совет. Благостный совет. Так сложилась судьба. Ничего страшного. Давай будем молиться Богу, жизнь будет налаживаться. Так? Благостный человек никого не обвиняет. Он просто дает знания. Иногда он тебя может обвинить. Допустим, ты бросаешь кого-то, благостный друг говорит, возвращайся домой. С любовью говорит, возвращайся. Зачем тебе бросать близкого человека? Это нехорошая судьба, неправильная. Возвращайся назад. Видите, такой друг, он приносит немножко оскомину. Но это настоящий друг. Благостные люди ценят таких друзей. Он это нежно на самом деле говорит. Нежно, по-доброму. Ведь настоящий совет можно дать только с любовью. Невозможно давить советом. Когда человек давит советом, и так тошно. На тебя давит советом, еще хуже становится. Только с любовью. Субтитры создавал DimaTorzok